Без света в подъездах. В такой ситуации оказались жители центра Запорожья. 43 дрома в ведении Прэжа-1 отключили от электроэнергии две недели назад. И до сегодняшнего дня энергоснабжение лестничных площадок не возобновлено в большинстве домов. Ответы на вопросы, почему и кто виноват, искали наши корреспонденты. Вот уже две недели подыматься домой в вечернее время жителям бульвара Гвардейского приходится буквально на ощупь с фонариком или мобильным телефоном. 11 ноября в такой ситуации оказались несколько домов. Как рассказывают сами люди, выяснять причину неудобства им пришлось не один день, и одним телефонным звонком проблема не решилась. Причины не объяснили. Начали звонить во все инстанции. Все, все дежурные были поставлены в известность, добрались, в конце концов, до энергонадзора. Энергонадзор сказал, не выполняют свои договорные обязательства. Ответить ответили. Действий никаких жителей не увидели. А эмоции тем временем уже начали зашкаливать. Как может люди подниматься вечером, пять часов темно, как можно подниматься по ступенькам. Начиная с первого этажа вообще заходишь темно, а люди рано уходят на работу, а люди возвращаются с работы с детьми с садика. Как выяснилось, без света в подъездах жители оказались из-за того, что истек срок для поверки общедомовых счетчиков. Как пояснили в Прэже, раньше этим занималась энергопоставляющая компания, а с прошлого года этот процесс переложили на плечи коммунальщиков. Год переписки никаких движений в обратную сторону не повлек. Облэнерго ждать дольше отказалась и в один день нарушителей правил отключила. В Прэже эти действия считают неправомерными. Согласно разъяснение НКРЕ, я могу даже зачитать, идет электропередавальная организация в скобках постачальника электрической энергии за регулированным тарифом с действием контроль за в частным проведением поверки разрахунковых засобов облика, в соответствии к договору. Враховывая наведенные вымоги ВАД, Запорожье и Облэнерго, что до поверки разрахунковых приладей облики, которые находятся на балансе, электропередавальные организации, которыми они и являются, за рахунок костей с поживочей в Режу, и неправомерными. Позиция энергетиков противоположна, но не менее аргументирована. Как пояснил представитель ГУР электросетей, они не единожды предупреждали Прэжа о такой перспективе. Люди пострадали, я думаю, от бездействия работников жилищных организаций, которые, не соблюдая закон, гласящий о приведении и установке приборов учета электроэнергии, просто отмахивались и не выполняли эти требования. Вот и получается, каждая из сторон по-своему права. Все руководствуются удобными для себя правилами, а люди оказываются заложниками. Справедливости ради стоит отметить, что Прэжа за две недели практически выполнила все обязательства. Счетчики, требующие поверки в этом году поверены, новые закуплены. В ближайшие дни свет в подъездах отключенных домов появится. Но вот почему такую ситуацию допустили в принципе, вопрос, как говорится, риторический.